Друзья, всем привет! С вами Антон Воронков и на канале MyAjityru. Сегодня поднимем важную тему, которая касается, без привлечения, огромного количества людей, которые используют моторы и трансмиссионные масла, сделанные у нас в России, наши отечественные. В первую очередь, конечно, я имею в виду большую тройку, это Лукуэл, Газпром, Невс, Роснефть, но не только их, а и других производителей российских. Вопрос простой и он адресован. Он, в первую очередь, покупателям, которые много лет используют одни и те же продукты, сделанные у нас в России, отечественные. Что поменялось в качестве данных продуктов за последние пару лет, которые вы используете, покупаете? В лучшую сторону, в лучшую сторону, не поменялось ничего. Пишите свое мнение по этому поводу, что вы об этом думаете, основываясь на реальных фактах, на тех вещах, которые вы наблюдаете сами реально. То же самое касается вопрос тех людей, которые продают масла в магазинах, например, российские, и людей, которые обслуживают данными маслами российскими, нашими, сделанными в России на сервисах. Потому что вы каждый день общаетесь с людьми, которые непосредственно масла вас покупают, российские заменяют в своем ДВС или ВКПП и так далее. Два года прошло с момента того, как от нас ушли все крупнейшие производители иностранные, и два года ушло с того момента, как от нас ушли посадщики по сырью иностранной, сырьем которых пользовались наши свои производители крупнейшего. Куэлл, Газпром, у него все рост нефти. Ушли не только производители по маслам, ушли производители по пакетам присадок. Это крупнейшая четверка, которая, собственно говоря, держала рынок российский по пакетам. Это Infenial, Brizol, Efton, Aeronite. Плюс ушли, к тому же, еще посадщики по полимерным загустителям. Это Ивоник, например, по антифризам ушли, и Артека, и Басов от нас из России. И по депрессорным присадкам ушли некоторые производители иностранные. То есть они просто прекратили поставки в Россию. Наши с вами крупнейшие компании, российские, тройка наша большая, Лукуэл, Газпром, Роснефть оказались в очень тяжелой ситуации без привлечения. Это была прям реальная ситуация, шоковая ситуация. Потому что нужно было снабжать рынок, нужно было выполнять свои обязательства перед покупателями, перед своими многолетними компаньонами, партнерами и так далее. А присадки было взять неоткуда. Поэтому присадки экстренно быстро стали закупаться в Китае в основной массе. Из чего состоит масло моторное? Масло моторное состоит из основных компонентов. Это базовое масло, обычно это вторая, третья группа, это четвертая, пятая. Пао Истер используется очень редко. Кем-то из российских производителей плюс алкерирован афталин вообще редко используется. Плюс к этому самая важная часть является еще и пакет присадок. Пакет присадок это такой сбалансированный комплект из присадок, из разных компонентов, которые уже в жидком виде с готовым поставляются на завод и там смешиваются с базовыми маслами. Пакет присадок это очень важный компонент, один из самых важных, вернее, самый даже важный, который, собственно говоря, представляет из себя то, что вы как потребитель покупаете и смотрите на все циферки, указанные на упаковке. Соответственно говоря, он отвечает за все практически. Плюс к этому еще немаловажной частью является моторных, трансмиссионных масел, еще и полимерные загустители, которые в мире производят много компаний. Но, в принципе, самые хорошие такие делают, в основном, там, Ионик, к примеру, они тоже ушли из России. И по депрессованным присадкам тоже. Депрессовные присадки это такая вещь, которая позволяет низкотемпературные показатели подтянуть по маслам. Вот тоже ушли многие производители, большие, крупные из России. В общем, тяжелая была ситуация, патовая практически. Но выход нашелся быстро, так как азиаты стали на рынок на Российске поставлять очень много продукции. В Азии, давайте разбираться в этой ситуации, чтобы было понятно, из чего весь вопрос состоит. В Азии есть представительство всех крупнейших компаний, которые занимаются присадками западных. Это и Infinium, и Ronayt, и Automobrizol. Они все там есть. У некоторых есть свои заводы там в Азии, в Китае. Ну, про Китай сейчас, конечно, говорим в первую очередь. Ну, не только про Китай. Вот, соответственно, они там производят компоненты, пакеты и так далее, потому что они снабжают рынок азиатский. И в Азии есть свои производители по присадкам. В основном, у нас на слуху в России два основных производителя, это Richel и Betcham. Вот, это такие самые крупнейшие поставщики в России. Вот, в Китае очень химическая промышленность сильно развита. Это даже, ну, слабо сказано. Она там просто в каких-то гипертрофированных масштабах, на самом деле, составляет. Это промышленность химическая. Они делают там все подряд. И вообще, очень много разных посвящков по химическим компонентам и так далее. Поэтому собирать пакеты там достаточно просто. Вот. Richel и Betcham. Ну, Richel это больше, конечно, производители. Betcham это больше сборщики, по большому счету. Вот. Тем не менее, как бы, это те компании, которые не нарисовались сразу, не просто так, неоткуда взялись. Они занимаются много лет пакетами. Они делают пакеты хорошие. Потому что выходцы и технические специалисты, которые получили школу хорошую работы в Infineo, в китайских, соответственно, они, как бы, являются костяком компаний, те, которые занимаются производством присадок суверенных на рынке Китая. Поэтому, конечно же, эти компании, это не компании, которые в полуподвальных помещениях делают какие-то пакеты, клепают непонятно. Это вполне нормальные, качественные компании, которые делают качественные компоненты, которые соответствуют мировому уровню, стандартному мировому. Естественно. Сами китайцы. В Китае очень много производителей по моторным маслам. Мы вот были на заводах с вами, в китайских я показывал вам. В заводах некоторые были с вами на двух заводах. Один, который Biobeng, а второй завод, который Xionon. Вот я показывал, как выглядят заводы. Вы сами понимаете, что там все очень серьезно. В Китае еще есть очень много супер-мейджеров своих местных. Это Петра Чайна, и Синопек. Их много, короче говоря, компаний, которые занимаются глобально бизнесом этим. Поэтому в Китае все очень настроено классно. Сами китайцы используют в основном пакеты все-таки иностранные. Те же самые четверки. Это Infinell, Abrizol, FN, Aronite. Почему? Потому что это просто проще гораздо. По цене они примерно плюс-минус равноценны тем пакетам, которые прилагают на рынке китайским. На внутреннем рынке прилагают там Richel и Betchum. Вот кое-что китайские производители по маслам берут там у Richel, кое-что берут у Betchum, а кое-что у других производителей там по полимерам и так далее. Но в основной массе, конечно, используют они присадки иностранные, потому что как бы это просто проще. Давайте еще разберемся в очень важной теме спецификации, допуски. Вот это все вещи, которые получаются через присадочников. Если есть производитель масла любой, неважно, например, в Китае, который делает моторное масло, или в России, который делает моторное масло, для того, чтобы получить ему официальную спецификацию по IP, то, что вы видите на упаковке там IP, SP, IP, SN, IP, SM и так далее. Это все спецификации, которые предоставляются, которые, вернее, получаются у Американского института нефти. Получаются они не производителем моторного масла, они получаются присадочниками. То есть присадочниками, производители моторного масла, которые делают масла из присадок, например, там, Infineum. Они делают моторное масло новое, идут к Infineum, говорят, ребят, мы сделали новое моторное масло, нужно получить на спецификацию на него SP. Мы у вас берем пакет SP, сделайте нам по вашей спецификации. спецификацию. Соответственно, инфиниумовцы берут сами, все это составляют, компонуют, отправляют в IP, получают спецификацию и все довольны. То есть все спецификации получаются через присадочников. Соответственно, так как у нас из России ушли все присадочники, все крупнейшие четверка, которая получала спецификации, мы спецификации получить не можем из России, а у нас только соответствия могут быть на упаковках указаны. Страшного в этом ничего нет абсолютно, потому что это, в принципе, ни на что особо не влияет, кроме того, что это все официально не подтверждено в Институте нефти американских, либо там европейских АСЭ. Но, тем не менее, как бы факт остается фактом. Получить спецификацию из России можно, делая в России продукцию, вернее, какую-то, ну, нельзя получить, или можно сделать это через обходными путями, через Эмират, например, или через Китай, но это уже другая история, это немножко через пень-колоду все делается, поэтому, по большому счету, все, что было сделано после 22 года у нас в России, все спецификации и все одобрения, которые стоят на упаковках продуктов наших российских, в основной массе, конечно же, все это просто соответствие. Вот, еще раз скажу, что я не вижу сам в этом лично ничего страшного, абсолютно, тем не менее, как бы вы должны понимать эту ситуацию и ее правильно расценивать. Вот, получить может спецификации, но через другие страны, к сожалению, к огромному. Компоненты. Полимерные загустители, депрессорные присадки, все это сейчас покупается структурами российскими, крупнейшими и не крупнейшими, всеми остальными, которые делают моторные масла, там, где это возможно сделать. Есть еще параллельный импорт, возят еще и Infinium, и Labrizol, и Efton Aronite параллельно в Россию, но все это возится частями, гомеопатическими какими-то дозами, и это, конечно же, естественно, не та вещь, которую, ну, на постоянной основе кто-то берет, получается, понимаете, то есть, ну, тут все дело такое, многие люди могут рассказывать вам сказки, эти влажные мечты, что они там продолжают, ну, Фениум, Labrizol, Efton Aronite возить, как бы, ну, это все, как бы, возможно, происходит параллельным импортом, но это все происходит не на постоянной основе, и все происходит урывками, соответственно, как бы компаниям крупным, большим. Нужна стабильность, нужна стабильность, они должны понимать свое будущее, они должны понимать, что у них есть стабильные поставки, поэтому сейчас ориентируясь, конечно, на рынке азиатские. В этом нет ничего плохого абсолютно, потому что еще раз напомню, азиатские спасачики по пакетам присадок, по полимерным загустителям, которые мы и раньше пользовались в России тоже, и по депрессионным присадкам, по примеру, да, они, в принципе, абсолютно нормально делают вещи, просто рынок поменялся, поменялись компоненты, поэтому суть вопроса первоначальной именно в этом состоит, что, по вашему мнению, поменялось, худшую или лучшую сторону. Еще сказалась такая вещь, как притирка, то есть люди начали использовать другие пакеты присадок, другие, например, депрессорные присадки, либо полимерные загустители, это все требует подгонки и требует доработки технологических процессов. Когда варка масла происходит, это все построено, если, например, на одних и тех же компонентах, все это просто и понятно, предсказуемо. Вы берете, например, пакет Эфтона какой-то определенный, берете, например, ирониковский полимерный загуститель, берете депрессионный присадки, определенные, да, там, базовые масла используете одни и те же, и у вас, в принципе, все понятно, технология понятна производства, у вас все настроено, тем более, у кого автоматизировано, там еще проще. Вот, а когда у вас все меняется резко, вам нужно подстраиваться и подгонять все это для того, чтобы это все соответствовало тому, что вы выпускали раньше. Это очень сложный момент, и вы должны это понимать. И российские наши производители оказались в очень тяжелой ситуации, в очень тяжелой ситуации в этом плане, понимаете? То есть, как бы, это такая вещь, которая прям, ну, прям жестко по ним ударила. Лукоил. Я к Лукоилу всегда относился очень хорошо, всегда. Все прекрасно знаете, что я Лукоилу всегда отзываюсь хорошо. Почему? Потому что Лукоил и ругаются все, кому не лень. Его там ругают все подряд, там, за геополитику какую-то, за какие-то вещи там, которые они там производят и так далее, те, которые просто, просто относятся ко всему российскому плохо. Но Лукоил — это единственная, единственная в России компания, единственная, которая хоть что-то делала в этом плане, в плане нефтепереработки, в плане, там, производства новых продуктов, в плане того, чтобы у нас было не стыдно за нашу нефтеперерабатывающую отрасль российскую. И делает сейчас, продолжает, вернее. Вот, поэтому, конечно же, Лукоил сделал очень много. Можно его ругать там, можно его, там, к нему относиться по-разному, тем не менее, как бы, это единственная компания, которая хоть что-то сделала для того, чтобы нам было не стыдно за наши продукты, которые, кстати говоря, экспортировались во многие страны мира. Мы в Китае вот видели недавно Лукоиловские продукты, которые продают тоже там, ну, немного, правда, тем не менее. Вот, ну, Газпром, нефть, Роснефть — у них немножко другая тематика, конечно же, там, ближе, конечно, к Газпром, нефть, Роснефть, как-то вот они в своем, там, в свою нишу варятся все, как-то ни туда, ни сюда. Тем не менее, как бы, и те, и те, и другие, и третьи, то есть три нашей компании, они крупные, они большие, и у них серьезные штаты, серьезные, как бы, мощности. У всех из этих трех компаний, у Лукоилов, Газпром, нефть и Роснефть есть хорошие лаборатории, которые занимаются оценкой качества, контролем качества. Есть хорошие специалисты, которые занимаются контролем качества, которые занимаются разработками, и там, РНД лаборатории у них есть, и лаборатории непосредственно в заводах очень хорошо оснащенные есть. Поэтому, конечно же, естественно, как бы абсолютно 100% они с Панталуковой не начали ничего делать там, какие-нибудь шпапалы там творить, они ко всему подошли обоснованно и с научной точки зрения, 100%, потому что такие компании крупнейшие, они ничего не делают просто так. Вот поэтому, конечно же, естественно, как бы они взяли ноги в руки, все собрались в кучу и стали просто все это быстро в ускоренном темпе как бы там делать, оценивать, контролировать и так далее. Поэтому я абсолютно уверен в том, что никаких глобальных изменений произойти не должно, я считаю, потому что специалисты в этих компаниях работают серьезные. И поставщики у нас сейчас азиатские, они нормальные абсолютно, они не хуже европейских, единственно, что они другие. То есть все компоненты другие, нужно перестроиться просто под новые компоненты, под новые реалии, скажем так. Вот поэтому вопрос это возникает, да, что происходит. Думаю, что все наладится в любом случае и наши российские производители, наша тройка большая, они в итоге как бы вообще в принципе, наверное, постепенно в ближайшие годы, по крайней мере, отойдут от европейских производителей точно полностью по пакетам, но не во всех, конечно, продуктах, естественно, но во многих основных. Вот слава богу, у нас базовые масла есть свои, ну, основная масса, там, вторая, третья группа, там, первая. Вот, по четвертой, по ПАО, были сами на заводе на Таифе, которые производят в России ПАО, дай бог ребятам, чтобы они нормально все там были делали. Вот, тем не менее, как бы, ПАО, конечно, тоже из Китая возится, и возится огромное количество, и даже, думаю, что не сопоставим по количеству с тем, что делает, например, в том же самом Таифе. Вот, по полимерам, полимеры многие использовали, на самом деле, китайские. Я везде встречал на заводах российских китайские полимеры уже много лет еще, не два года назад, а еще гораздо дальше. Вот, депрессорные тоже присадки, ну, тоже такая вещь, которую можно теоретически достать, их не так много нужно, как бы, но, тем не менее, как бы, они важные очень составляют, составы масла составляют, вернее, важную часть. Так вот, в общем, не все так страшно, и, в принципе, наши компании российские, они из этого вышли более-менее нормальные из всего этой, всей этой ситуации, которая для них была еще раз напомнена, ну, прям реально тяжелая. Можно по-разному относиться к российским производителям по маслам, но вы должны понимать следующую вещь, что у любой стране большой, такой, как Россия, огромная, большая страна, у нас нужны наши местные лидеры по нефтепереработке, они должны быть сильными. Они должны быть сильными, они должны делать продукты реально качественные и стараться тянуть эту вот всю индустрию на себе, потому что во всех странах крупнейших супер-мейджеры свои есть, мы, ну, знаем про семерку супер-мейджеров, такую устоявшуюся на западе, в Китае, в Японии свои супер-мейджеры местные, вот, вот, тем не менее, в России, как бы, они тоже есть, и не нужно их недооценивать, не нужно специально, как бы, делать так, что, типа, там, вот, наше российское все плохое. Нет, у нас в России есть компании, которые могут делать качественные продукты по нефте переработки, тем более, как бы, это достаточно все, ну, реально, то есть, уже, как бы, есть компании, которые это уже делают сейчас, поэтому нужно просто, как бы, смотреть на ситуацию и выбирать из того, что вам предлагают, оценивая факты здраво. Для этого мы делаем такие вот возможные опросы, спрашиваем людям, что они думают по этому поводу, что они считают, как сложилась ситуация на сегодня. Что-то я уже договорился, давайте, короче, к нашему вопросу первоначально вернемся, пишите свое мнение, что вы об этом думаете, какие у вас по этому поводу мнения сложилось, какое мнение, вернее, о продуктах, если вы их реально используете. Вот, пишите, рассказывайте свое мнение, будем это все обсуждать. С вами Антон Воронков, вы на канале MyJet.ru, пишите, поставьте лайк и жмите колокольчики. Всем пока.